всем доброго времени суток дамы и господа как-то писали мне чтобы фантом сделал видос на тему подводного мира sky рима что можно вообще найти интересно под водой может какие-то секреты тайны и вот это случилось и так что же таят в себе воды sky рима что можно найти там интересного ведь очень редко играем и беремся изучать полностью всю местность под водой и это не так уж и легко ведь тут нихрена не видать и чтобы обследовать местность под водой потребуется лучше видеть под водой но проблема еще в том что плавая не особо то и удобно исследовать глубины sky рима и специально для этого я решил сделать вот что а именно с помощью великолепнейший из сложнейшей программы creation kit поменять уровень воды во всем скорее просто-напросто убрав и и что же это за программа спросите вы да мне часто пишут что фантом как-то делаешь моды и все эти манипуляции в скорейме ты наверное программист но это не совсем так для создания модов на creation kit требуется как минимум диплом м айти по специальности creation kit и у меня степень master of science это магистр наук в 2011 году там преподавал профессор тадд хауард именно он научил меня многому если вы думаете что это все хихоньки-хахоньки вот собственно диплом м айти так что если человек вам предлагает какие-то услуги в creation kit в первую очередь спрашивайте диплом м айти и обращайтесь только к дипломированным специалистам ну так что а теперь мы с вами отправимся в увлекательнейшие путешествие в глубины sky рима и посмотрим какие же секреты таяться там а тут же больше нет воды ладно дубль 2 и а и 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 много мест для этого ролика и чего я только не повидал и так в принципе намного удобнее передвигаться когда нет воды и теперь такие обитатели skyrim как например кролики которых нередко я встречал бегущими по глубинам вод skyrim что порой выглядел очень крипово будут перебегать реки спокойно ну а грязи крабы просто начали гулять где вздумается в том числе по дну моря только вот стали они какими-то уж очень подозрительными они стали собираться в кучке и подозрительно приближаться ко мне окружая так будто вот-вот собираются не атаковать а запеть какую-нибудь хоровую песенку я бы не отказался такого мода который делает поющих грязи крабов пишите если тоже хотели бы такой мод в принципе это реально и выглядело бы довольно таки забавно что до рыб да им как-то комфортно плавать и в небе это кстати очень антуражно выглядит путешествовать теперь можно проще находить разные спрятанные от наших глаз сундуки и прочие секретики под водой так секундочку стоп вы слышите это что-то за этими воротами там явно что то есть давайте посмотрим охренеть это же новый огромный открытый мир со своей историей для тех кто ценит классику и ценит качество предлагаю вам бесплатно поиграть на одном из лучших снг серверов легендарная мморпг world of warcraft cyrus модифицированное дополнение лич кинг новые эксклюзивные расы добавлены обновленные подземелья и рейды из берлин крусейд новые поля боев различные пвп режимы 3 пвп фракция ренегаты которые являются одиночками врагами для всех на твой выбор есть целых два абсолютно разнообразных игровых мира скорший x2 мир системы категории с получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа алкалон x4 новый мир для ценителей времен 335 а тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных более 10 лет работы и стабильно высоко онлайна зави друзей с собой реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг другу регистрируйся по ссылке в описании получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками виде расходников и первого маунта с которыми ты сможешь стартануть на сирус еще быстрее о какая-то книжонка заблуждение о талосе автор имперский посредник в альмирском доминионе пожалуй возьму будет чем подтереться близ рифта на много всяких ящиков сундучков которых можно обыскать и в принципе все блуждая можно много где найти разные ящики чаще скорее с которыми нельзя взаимодействовать то есть это просто статическая модель чаще вы можете найти какие-нибудь ракушки с жемчужинами и прочую хрень которая так понимаю нужно будет в основном для алхимии мне они нахрен никогда не нужны были напишите хоть кто-нибудь занимался поисками этих жемчужин мне кажется проще их купить в алхимической лавке они стоят два золотых а это у нас часть потонувшего корабля находится она рядом с замком волки хар вот туда можно забраться внутрь тут у нас всякие сундучки бочки есть даже несколько уровней но если вы спуститесь без воды хрен вы оттуда потом выберетесь без кодов лестниц то нет такая вот ловушка там же рядом можно найти еще немало затонувших лодок видать не дал ему плыть батька харкон так харкон поднимался разбойничал грабил корабли дальше идти нельзя красивый вид кстати края карты не так далеко как кажется вот всего то вот как выглядят границы мира с карима не очень красиво хорошо что мы этого не видим также блуждая по дну можно найти много затонувших однообразных деревьев r разнообразие кстати путешествие по дну моря с карима я как-то набрел на какие-то постройки непонятной формы что это какие-то палки хрен знает вообще я думал что это может быть откуда здесь эти палки гадал в итоге нашел тело она находилась в воздухе непонятно что она делала воздухе но по всей видимости до этого там был какой-то предмет который держал его я подумал сначала что это была вода видимо тело плавало высоко конечно от воды но да ладно мертвый член команды я проверил его айди такого иди в sky риме я не нашел и в дополнениях я начал искать и в итоге блин оказалось это из альтернативного старта там есть такой вариант что мы спавнимся в пол затопленном корабле где вся наша команда откинулась и нам нужно выбраться оттуда и заняться спасением sky рима вполне неплохой старт но в тот момент корабля не появилось а появилось только тело и палки видимо автор забыл привязать к ним маркер который убирает все остальное либо пытался запутать гребаный вредитель я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах правда что ж касаемо рыбалки могу пожелать только удачи хотя нашел здесь и плюсы если удочка пользоваться вскоре мне нельзя и она вообще сделана только для декора то есть вариант получше так как воды теперь нет собственно не это сопротивление как вы думаете как можно попробовать теперь ловить рыбу правильно с помощью лука да в смысле ага залупа на воротник не хочешь много таких умных было да это суровые скоримские рыбки и их ты никак не завалишь ни луком ни магией ни кулаками ни мечом ничем дети скорима просто курят в сторонке правда рыбу можно поймать нажав на е есть у них ахиллесова пита да даже гребаный стрекозу можно подстрелить что с этим рыбками у тода города пошло не так одно из самых интересных и масштабных затопленных мест в скориме является место под названием плащ пилигрима там мы можем найти целых четыре затопленных и развороченных корабля некоторые довольно таки мелковатые одно даже можно обыскать но гребаные разработчики и тут ограничили все на том судне на котором можно забраться они зачем-то внутри перекрыли возможность спуститься дальше видать сильно спешили и собрать тут можно ровным счетом нихера но как избавиться от этого однообразия и почему беседка решила не париться над данным вопросом сделать подводный мир как-то интереснее и на дне зачастую мы видим кучу камней и ракушек деревья иногда бочки и сундуки и как же это исправить а перед тем как рассказать как это сделать небольшой диалог сценка на тему как тот город и специалист работник беседы доделали дно моря в скориме сша роквилл мэриленд офис беседки 4 часа до е3 так давай шустрее надо доделать дно за пять минут но это так быстро не делается мистер говард пять минут у тебя псина ты офисная давай шустрее в своей будке пальцами своими твикой деревца где не вижу деревьев ну это же дно деревца мне сделай быстро тебе сказал вот они родные давай размнож но надо подровнять какой нахрен подровнять ты еще скажи что модели надо плотно прижимать к земле рассмешил давай контр-ц контр-в как я учил и не беси меня о кажется это висит в воздухе на насрать давай дальше пусть висит никому что не мешает модмейкеры потом опустят мистер город может двемерскую башню поставить типа двемеры тут побывали ох сука нет только не так ты видишь ствол да что на нем написано дезерта игол а что написано мне на лице мне пиздец если сейчас не сделаю вот и делай я же тебе завалю да мистер город простите один вопрос а может мне разместить тут какую-нибудь бутылку типа отсылку оставим для главного героя может кто-то бросил бутылку она утонула какую нахер бутылку сука у нас е3 через четыре часа у меня честно самолет стоит ждет меня в аэропорту ты меня достал сейчас я тебя сам на бутылку посажу сучара отсылку оставлю с тебе стоп дед пожалуйста мистер город ничего этим придурком не доверишь ладно пора на и 3 на стоп роберт мы же не будем показывать но море скайрима на и 3 роберт расти сынок все ради дела да можно сделать морское дно скайрима намного разнообразнее и интереснее а также отправиться в путешествие за сокровищами которых будет немало все эти мечты могут воплотиться с помощью модификации под названием депсов skyrim она реально очень крутая я нашел пока делал ролик это что было это что стало это колоссальная разница тот говор должен просто молиться на моды мейкеров виде что они творят с игрой и так теперь конечно есть вообще какой-то смысл плавать в каримских морских глубинах в поисках новых сокровищ они загребанными бесполезными ракушками и жемчужинками которые можно продать за два золотых если что на эту цену вы можете купить картошку и морковь и вообще спускаться на дно с каримского моря в ледяную воду где тебя могут сожрать рыбу убийцы и на секундочку да там явно не плюс 20 температура воды судя по плавающему льду шансы там сдохнуть в реальности близки к 99 процентам и все чтобы купить картошечку и морковку эта модификация добавляет множество красивых морских растений которые отлично сочетаются ого кости а что лорненько выглядит отлично насколько я помню это древние снежные киты которые были истреблены давным-давно древними нордами кто шарит в лоре напишите такие кости чуть поменьше кстати часто можно будет теперь найти ни хрена у него косточки позвоночник двойкина для него просто зубочистка затопленный корабль а это походу новая модель туда же есть сокровища да кучу золота разные ништяки вот есть теперь смысл сюда плавать но потребуется либо играть за органянина либо юза деле либо какие-то элементы брони с эффектом водного дыхания так как многие эти ништяки размещены на очень больших глубинах как раз там есть еще очень атмосферная затопленная пещера под водой она конечно очень огромная я полностью не исследовал но по всей видимости там еще какие-то локации помимо этой пещеры вы уже сами сможете посмотреть сюда также вам без возможности дышать под водой лучше не соваться а это что за ерунда какая-то магическая решетка находится близ замка волки хар я так понимаю это защита решетки ее можно как-то убрать чтобы взять содержимое но содержимое там стрелы риклингов хрен знает как вообще стрелы риклингов сюда попали тут даже руины подводные есть с драуграми чего только тут нет в одном месте нашел затопленный корабль и призраков грёбанных обезумевших призраков которые сначала дрались друг с другом потом набросились на меня интересно как это выглядит с водой они что ходят по дну хотя вряд ли наверное плавают в этом месте радует что без воды самые имбовые огромные рыбы убийцы тебе ничего не могут сделать под водой и ты можешь делать даже вот так ничего она тебе не сделает тут их кстати в некоторых местах очень много так что желательно запасаться зельями здоровья а этого походу привязали и с ним так плавали это брелочек в древности да в этой модификации огромное множество разбросанных затопленных кораблей лодок разных объектов я даже половины не обошел того что есть в этой модификации после пустого морского дна от беседки эта модификация прям как глоток свежего воздуха так что обязательно скачивайте расскажите что еще интересного там можно найти и не забываем переходить по ссылке world of warcraft сирус это в первую очередь люди которые поддерживают меня и благодаря вам и им вместе взятым я могу делать контент чаще это некий такой симбиоз который приводит к взаимному удовольствию заранее спасибо за поддержку и не забудь подписаться поставить палец вверх и пишите если хотите увидеть подобные про солстей надеюсь там тот город с командой сделали что-то поинтереснее так как дополнение вышло позже и в каких-то моментах оно более проработаннее пишите если знаете какие-то моды которые еще больше улучшают морской мир skyrim а может даже бикини ботом мод какой-нибудь уже существует чем черт не шутит а на этом все спасибо за внимание и до скорых встреч а а а и и и и и и и и и Продолжение следует...